Если хотите, чтобы ролики по данной рубрике выходили почаще, то набирайте под этим роликом 250 лайков и что-нибудь новое, интересное для вас придумаю. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Gameros TV. И для тех, кто смотрит мой канал давно, для вас, конечно же, не новость, что на моем основном смурф или твинк аккаунте, называйте как хотите, очень много анимаций. Сколько их всего я даже, честно говоря, сам не помню. Если мне будет не лень, я при монташе укажу конкретное число. Но, собственно, в чем будет заключаться суть сегодняшнего видеоролика? Мне в ЛС, в Дискорде, поступило предложение записать вот такой вот ролик. Вы сейчас видите сам комментарий перед своими экранами. И мне показалось, почему бы и нет. В принципе, идея неплохая. Мне самому лично интересно узнать. Но, по моим ощущениям, анимации купные, они все же, наоборот, дольше, чем дефолтные. Но, собственно, именно для этого сегодняшний ролик записывается. И именно это мы с вами и будем проверять. Дают ли вообще покупные анимации какое-то преимущество? Или же это просто визуал, который не несет вообще никакой роли? Или же они, наоборот, только мешают в игровом процессе? Именно это мы сегодня с вами и узнаем. Ну и также, вообще, такие информативные ролики я снимаю крайне-крайне редко. И если вы хотите, чтобы их на канале было больше, то обязательно прожимайте лайк. Подписывайтесь на канал, если это вы еще не сделали. 60% смотрят без подписки. Ребят, ну давайте это уже исправлять. Пожалуйста. Чтобы я каждый ролик это не просил. Подписывайтесь сами, мне будет дико приятно. Спасибо всем, кто это делает. Ну и также, давайте условимся, если хотите, чтобы ролики по данной рубрике выходили почаще, то набирайте под этим роликом 250 лайков и что-нибудь новое, интересное для вас придумаю. Ну и также свои идеи можете предлагать мне вообще в личку писать, либо в комментариях. Все обязательно прочитаю, отвечу. И, возможно, именно ваша идея будет реализована в следующем видео. Ну а сейчас, дабы не затягивать, перейдем непосредственно к анимации. Начнем с анимации ножа. Несмотря на то, что по факту это вообще не имеет никакого значения. Просто для интереса, для затравочки начнем с этого. Думаю, что в монтаже я разделю картинку на два экрана, для того, чтобы все это выглядело куда нагляднее. И также в углу, в каждой части экрана будет таймер, чтобы вы видели, что, собственно, все честно. Начнем с пистолетов, и я буду осматривать все анимации, которые у меня есть, начиная с осмотра и заканчивая перезарядкой. Далее револьвер. И МТХ. Переходим к автоматам и начнем с СА-58. М4. Далее идет АК-47. ХК-417. АК-11. АК-15. АК-15. АУК. И СГшка. Далее переходим к пистолетам пулеметам и начнем с МП7. И МПХ. Далее у нас идут дробовички начиная с ФП6. И Супер-90. Ну и последняя секция это снайперские винтовки, а именно Уратио. И М14. Собственно друзья, какие можно сделать выводы? В первую очередь хотелось бы отметить, что покупные анимации на осмотр, как правило, значительно дольше, чем дефолтные. Данная разница вообще максимум доходила до 2-3 секунд, это достаточно долго. В то же время анимации на перезарядку отличаются не так сильно. У некоторых оружий дефолтная анимация даже дольше, чем покупная, у некоторых наоборот. В целом также надо учитывать погрешность, потому что она опять же есть. Поэтому я могу подытожить, что если разница между анимациями в перезарядках есть, то она прям крайне мизерная, незначительная и уж точно не помешает вам во время геймплея. Ну и также немного интересных фактов, как оказалось, наиболее долгая анимация в игре, это анимация осмотра на HK417, которая превысила аж 10 секунд. В контраст с ней все дефолтные анимации не превышают примерно 6 секунд. Собственно друзья, на этом видеоролик подходит к концу, я очень надеюсь, что он вам понравился, был для вас информативен и интересен. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки за мои старания, ну и писать в комментариях, если хотите больше подобных роликов. С вами был Геймерус, увидимся уже на новом видео, всем пока-пока и удачки, друзья!